Всем привет! С вами Сурикова Оксана. Сегодня я подготовила микс-контент. Тут и распаковка, и знакомство с новинками. А для любителей подробных мастер-классов будет работа с акрилом. Редко я его показываю, но знаю, что есть любители акриловых ногтей среди моих зрителей. В этой маленькой коробочке в основном новинки от Grotol. Хотя есть еще и бестселлер. Это крем-воск с маслом Монарды. Недавно показывала его в коротком видео. Новый молочный камуфляж буду сравнивать со старым. Линейка сверкающих гелей Farfor от Grotol увеличилась на 8 оттенков. Они невероятные. Сверкающие как раз то, что любят клиенты. Раньше я никогда не наносила гели на типсы. Это все-таки не гель-лак, но с таким разнообразием цветов уже само собой необходим выкрас, чтобы постоянно не откручивать все крышки в поисках именно того самого цвета. Начну обзор с нового молочного камуфляжа под названием Milk Clea. И буду его сравнивать с белой камуфлирующей базой номер 8. Не знаю, насколько камера точно сможет передать разницу. Она однозначно есть, хоть и небольшая. Нанося Milk Clea тонким равномерным слоем, я вижу, что рабочая поверхность просвечивает. Но стоп! Как я часто наношу клиентам такой тонкий слой на руки? Практически никогда, а значит добавляю выравнивание, чтобы оценить всю плотность. Итак, слева новый камуфляж, справа старый. Очень близкие оттенки. Но 8-й чуть белее в жизни, хотя с экрана этого не видно. Просто поверьте на слово. Теперь перехожу к новым гелям Farfor. Нумерация начинается с 10-го и пока заканчивается 17-м номером. Вскрываю фольгу под крышкой и здесь молочный глиттерный гель с крупными кусочками золотой фольги. Консистенция у всех гелей средняя, ближе к жидкой, чем к густой. Поэтому они отлично самовыравниваются и подходят для техники без опила. И мы переходим дальше. Здесь бежевый оттенок геля с такими же эффектами, как и в первом варианте. Вообще, беж и молоко самые топовые оттенки. Даже розовый уже отошел на третий план, хотя когда-то было вообще наоборот. Под 12-м номером легкий микс молочного с розовым. Очень нежный оттенок, крупных кусочков фольги здесь уже нет. Идем дальше. И 13-й номер однозначно меня покорил. Я назвала его йогурт. Нежный, легкий, с крупными кусочками фольги. Под номером 14 розовый фейерверк. Здесь прям все искрится, прослеживается и золотой, и голубой глиттер. Все оттенки очень универсальны. Ими можно полностью укрепить натуральные ногти. Или нарастить любой длины и формы. Можно оставить их однотонными, а можно добавить френч или волны, или стемпинг. Да, много чего можно, было бы желание. Кстати, обратите внимание, что в баночке гели выглядят куда ярче, чем на типсах. Так что точно стоит наносить их на типсы или палетки. Завершает парад блестящих новинок 17-й номер лиловый глиттерный гель. Самый яркий из всех, что показала я вам ранее. Ну, а теперь подборка всех выкрашенных гелей. Смотрим, залипаем, отмечаем, какой понравился больше всего. И пишем его номер в комментариях, чтобы узнать самый топчик. А напоследок, как я и обещала, будет акриловый мастер-класс по выкладке изопилу белого френча. На кисти набрала первый шарик телесного акрила и выкладываю его по центру ноготка. Слегка прихлопываю его кистью, чтобы пропитать ликвидом. Периодически я вытираю кистью салфетку, чтобы осушить ее. Раскладываю шарик по сторонам, формируя линию будущей улыбки. Двигаюсь от одной стороны к другой, чтобы акрил не успевал подсохнуть. Помним, как только мономер, то есть жидкость, испарится, акрил затвердеет. К этому моменту мы уже должны полностью выложить то, что необходимо. В данном случае это будет бортик линии улыбки. Второй телесный шарик пойдет на зону кутикулы. Выкладываю его и смотрю, что этого количества будет многовато. И на этом этапе убрать все лишнее проще, чем потом тратить время на запил. Кстати, иногда зону кутикулы выкладывают более прозрачным материалом. И тогда при отрастании граница будет менее заметной. В нашем случае клиенту нравится, когда все ногтевое ложе одного бежевого цвета. От кутикулы обязательно делаем отступ. Помним, что акрил необходимо опиливать после выкладки. А если материал будет лежать прямо у кожи, выполнить качественный опил вряд ли получится. Осталось заполнить свободный край белым акрилом. Выкладываю шарик встык к бортику. Кстати, я не опиливаю дополнительно линию улыбки. За годы тренировок и выступлений на ногтевых чемпионатах глазомер более или менее отработал четкость и симметричность. Но тут стоит уточнить, что в основном я делаю классические ногти средней длины и без усиков до синусов. Это я к тому, что когда много лет делаешь одно и то же, можешь уже и закрытыми глазами все сделать. Это же касается и выкладки в целом. Сейчас будет признание. Я ненавижу опиливать ногти. Тем более акрил пилится очень тяжело. Я думаю, что те мастера, кто сталкивался, со мной согласится. И поэтому я всегда стараюсь выложить ногти так, чтобы пилить их минимально. Но для тех, у кого это сделать пока не получается, у меня есть прекрасная новость. Grotol выпустил пилки с керамическим напылением, которые идеально пилят ногти из акрила и акригеля. Это пилка на пенной основе, повышенной износостойкости, имеет форму лодки с двух сторон. Абразивы разные, более жесткие на 100 грит и помягче на 180 грит. Честно говоря, сперва я отнеслась к такой новинке со скепсисом. Но в первые же секунды поняла, что это прям бомба. Если вы работали с гелем, то знаете, что это мягкий материал и спилить его можно крайне быстро. Так вот здесь у меня возникло ощущение, что я пилю гель, но никак не акрил. К слову, пилила я стороной 180 грит. Очень аккуратно и самое главное быстро я сгладила всю поверхность. И что еще немаловажно, это то, что клиент заметил то же самое. Ей было очень комфортно. Мы сидели и обе удивлялись, как это такое возможно. Я однозначно рекомендую попробовать пилку с керамическим напылением от Grotol. Тем мастерам, которые работают акрилом и акригелем. Уверена, что вы останетесь довольны. Вроде только начала, а ролик уже подошел к концу. Всех благодарю за просмотр. Если остались вопросы, пишите их в комментариях. На этом я буду прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал. И тогда мы точно встретимся с вами в следующем видео. С вами была Сурикова Оксана. До встречи. Пока-пока.